Рапорт номер 452. Птицы гибнут из-за кровоизлияния в мозг. Ранние отчеты указывают на то, что птицы гибнут вследствие внезапного и обширного кровоизлияния в мозг. Как сказал один ученый, по непонятным причинам их мозг разрушается. Пояс подозреваемым должен остановиться... Блин, да что ж так быстро ты не успел прочитать? ...должен остановиться на следующей станции. Направляйтесь туда. Пришлось посмотреть уже в записи. Ребятки, всем здорова. Новая глава к игрушке Condemned Criminal Origins. Ну че, надо идти, надо идти за нашим подозреваемым. Кстати, здесь... ...ЖД пути под напряжением, поэтому... ...идем очень аккуратно. Так, очередную дохлую ворону ищем. О, кстати, жмурики опять бегают. А, так они херачатся. Вот она, зараза. Потому что они там долбятся, вы посмотрите. Жалко, что они в жопу, извините. Так, палочку берем, конечно же мы. Потому что этих придурков здесь... ...да хрена и больше. Подморозки, блин. Подморозки жесткие. Опачки. Так, это ж вообще шикарно. 5 зарядов, ребят. Вы уже поняли, да, как нам фортануло? Целых 5 зарядов. Да. Слушайте, их тут до хрена, короче, этих идиотов. Слушайте, их тут до хрена, короче, этих идиотов. Похоже, немножко на снорков из сталкера. Совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Ещё один. Ещё один. И ещё один. Так, у меня последний патрон. Можно застрелиться, а можно... А можно это убить. Наверное, я так и сделаю. Эй, Вася, ты где? Слушайте, этот же придурок только был здесь. Куда он зашкерился там? Так, трубу взяли. Какой-то отморозок там сидит. Слышь, ты? А, ну да, он же не прыгает. Наш же красавчик не прыгает, к сожалению. Так, мне нужна лопата. Кстати, вон убавить щёк. А как тут опробраться? Может здесь потайная комната? А, блядь, мне надо было взорвать эту херню. А, нет, не надо. Слава тебе, господи. Ещё пять патронов. Мы нашли статичное телевидение, а? В кой-то веке. Так, всё же, всё же, всё же. Где же взять лопатку? Ладно, давайте попробуем сюда. А, вон лопатка. Эй, Вася, ходи сюда. Так, и здесь просто аптечки, да? В итоге все аптечки и потратил на этого. Тебе лови, да, блин. Рыбовичка на него не было в нужный момент. А, ну сейчас можно спокойно, наверное, за дробовиком возвращаться. Кстати, с дробовиком он не бегает. Вот это вот я тоже заметил. Хотя нет, бегает, слушайте, от чего зави... А, господи, от выносливости. Ну, конечно же. Естественно, от выносливости. Слушайте, а если мы того, короче, вынесем... Может, его можем, по идее, вынести? Уже не можем, он свалил, ребят. Насколько мне нравится здесь атмосфера, блин. Насколько мне нравится здесь вот эта стилистика. Вообще просто... Просто бомба. Как жалко, что я эту игру увидел только в 2009. Очень жален. Если бы я его видел раньше, там, в шестом-седьмом году, намного сильнее впечатление она на меня произвела. Очень намного сильнее. Долго думал. Только еще раз. Так, вот он идет, 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 идет. А, это я, короче, иду поверху, да? Чтобы вот сюда спрыгнуть. Где-то, красавчик. Красавчик. Слушайте, как быстро он свалил, а? Так, собственно говоря, я что-то не врублюсь. Куда мне? Наверное, сюда. Так, обащите вагон в поисках улик. Связь установлена, Томас. Передавай данные, как будешь готов. Подожди секунду. Я не могу разобрать отпечатки. Слишком смазаны. Все равно возьми образец. Он напуган и потеет, как конь. Так, образец ДНК. Конечно, мог бы, господи. Так, тут, естественно, закрыто уже. Так, а как мне выйти? Ох, мать твою. Это что за тварина такая? Нормально он вниз. Вообще нормально. Свинь, деться просто. Так, ну чё? Ну чё? Так, я, конечно, понимаю, что я, наверное, чё-то дел... А, ну естественно, блядь. Ну, в чём же делал? Вон в чём дело. Так, этот красавчик меня ждёт. У меня четыре патрона. Три патрона, хрен там. Ну иди сюда, родная. Кувалду я у тебя брать пока не буду. Не вижу в этом никакого смысла. Тяжёлое, неуклюжее, медленное. Так, тем более у меня есть один патрон. Но всё-таки придётся, наверное, кувалдочку взять. Да, я не могу взять. Это карта метро, да? Ублюдок путешествует налегке, да? Продолжай искать, он должен был дотронуться не только до шкафчика. Я свяжусь с тобой, как только обработаю это изображение. Так, выбейте на стены вентилятор и пролезайте. Это сюда, что ли? Так, подождите, я ничего не пойму. Выбить на стены вентилятор. Ладно, сейчас разберемся. Нет, здесь, к сожалению, тоже. Выбить на стены вентилятор. Давайте, ладно. Все-таки еще раз возьмем кувалду, может быть. Да, кувалда как раз-таки и пригодилась. Ну, окей, погнали. Так, здесь ничего не вижу. О, блин, здесь топорик нужен. Так, лады. Топорик еще надо найти. А, это я с этой стороны зашел. Эээ, мать твою. Короче, она открывается только с той стороны. Понятно. Иначе мне сюда, вниз, за топориком. Два патрончика у меня есть. Так. Так, надо включая вентиль отключить. А вот он и вентиль. Бляха, как же к нему. Ну, понятно. Сначала, короче, дверку выбьем. Говорит Томас. Этот документ – стандартный выпуск расписания поездов. Обведены два плана маршрута. Оба начинаются с центральной станции метро. Маршрут 16, Бюрдсайд, отправляющийся в 10 минут 6, половину 8 и половину 10 утра. Маршрут 66Б, ведущий в Прияр. Это очень маленький фермерский город. Час езды на северо-запад. Отправляется в половину 10 утра и в полночь. Это его укрытие. Он регулярно отсюда направляется в эти два места. Я также определила, что ДНК, взятая с образцом пота в поезде, совпадает с ДНК, взятым с сигаретой. Вероятность – 99,8%. Парень, которого ты преследуешь, это тот, кто убил двух полицейских. Кукольник. По крайней мере, я так думаю. Кое-что все еще не сходится. Ну, окей. Так, вы идиоты. А у вас у меня есть ружьишка. Блядь, нет. Видимо... Ну, видимо, за ружьишком я, наверное, не успею. Хотя, не успею. Нормально. Девка уже отхватила. Сейчас красавчики отхватят. Куда ты побежала? Доходи сюда, мы. Так, ну и кто последний патрон получит? Че, никто больше не хочет? Видимо, никто. Так, аптечки мне пока не нужны. Так, понятно, это я обошел с этой стороны. Тогда давайте вниз. Сейчас, походу, я найду вентиль. Вот он, вентиль. Так, один патрон вполне достаточно. Ах, кто тварь. Есть. Успел вынести. Очень даже удачно успел. Так, блин, у меня пять патронов. Ребят, шикуем, шикуем не по-детски. Так, два пути. Один и второй. Давай сейчас сюда. А, ну понятно. С той стороны, это с этой стороны. А, тут еще ниже. Так, обещайте нижний тоннель в поисках любой зацепки, которую он мог оставить. Так, хорошо, нижний я опущу. Здесь у нас тупик, да? Здесь тупик. Окей, нижний тоннель. Слышь ты, красавчик. Так, пока больше ничего не вижу. Слышь ты, красавчик. Опять вороны ищем. На кой бы хрен они мне были нужны, эти вороны. Офигеть, это что такое? Вообще, жесть какая-то, да? Тут для насоса какие-то подземные, то ли хер бы имя, что вообще? Так, замечательно. Довыдрючивался, называется. Чё-ничё ща. Раз. Два. Всё. Ребятки, отдыхаем. Как раз аптечки. Так, это наверх. Ну, наверх я успею. Сейчас тут посмотрим, чё где. Вроде пока ничего нигде нет. Ну, погнали. Ну, погнали. О, молодец. О, молодец. Между собой. Не, они между собой не хотят, ребят. В том-то и дело. Хотя один другого огрел. Причём огрел от души. Я думаю, может и пушка будет. Нет, к сожалению, лопата, лопата мне не нужна. Чё ты, дятел? Лена, можно швыронуть в него? Жалко, наверное, что нельзя. Мозгов у них за мной залезть, конечно же, не хватает. Мо-мо-мо-мо. Ах ты, сучка. Напугала, напугала, блин. Бляха-муха, молодец. вопросов нет вот это вот я забыл что на шкафу сидит так чуть-чуть чересчур медленно да хорошо напугала так у меня пять голубей так это вроде верно тех конечно двоих я не вынес но и хрен бы с ними так пока никого ох ни хера себе сколько тут всего не просто просто доска с гвоздями ничего особенного блять а где лопату видела блин она аж там ну ладно погнали я ж не могу не открыть правильно она где-то здесь по-моему было зрительно помню где-то здесь вот она я туда и не собирался я как раз таки собирался вот сюда так ищи давлением пара чтобы разорвало трубу так вот увеличить давление пара чтобы лопнула труба которая расчистить путь за ворота так ну вот он вентиля один из двух паровых вентилей открылся вот там кстати лопата была она бежали она бежали она бежали на русском правильно херач херач ее так вот это было правильное решение так и второй винтик а вон он теперь вырегут Продолжение следует... Продолжение следует... Слышите, да? Но он там, поверху, короче, едет. А нам кажется, что он где-то сейчас здесь будет. Продолжение следует... Вот чё мне непонятно. Ку-ку, Вася. Ух ты, да. Вот это я не ожидал, конечно. Так, ладно. Они там между собой. Подождём, подождём, конечно. Пусть они там сами разберутся между собой. Так, ты всё это на меня попёр, да? Ну, давай. Ну, сейчас подождём с этим красавчиком. Может, он его вынесет? Ты чё? Ну-ка, давай. Я на мелкого ставлю. Чё-то, по-моему, более дерзкий. Хе-хе-хе. Ладно. Всё-таки здоровяк выиграл. Так. Какой-то в огнестрел. Давай, иди сюда, родной. Иди, иди, иди. Падал ты. Целых пять зарядов. Слушайте, ну, он успел, конечно, зарядить. Только мне аптечка теперь нужна. Причём так с рачником. Чё взять? А, тут ещё и ствол у нас. Нет. К сожалению, нет. Так, ну, я надеюсь, мне аптечку сейчас дадут. Так, опять поиски улик. Ну, ладно. Такой-то чертёж, что ли? Похоже на чертёж пассажирского вагона Холмана номер восемь. Поиск местного делового регистра показывает... Холман был конструктором вагона в долгие годы. Да, я такие вагоны уже много лет не видел. Посмотри на место, выделенное красным. Буховидно. Ну, давайте. Хм. Часть, выделенная красной ручкой, это верхнее деление вагона. Угу. Томас. Они обычно опечатывают двери к вагонам, когда те неисправны. Монтировка должна помочь. Пойщай её в подсобке. Когда попадёшь в вагон, найти это отделение. Я понял. Хорошо. Так, проникните вагон номер восемь. А они вообще обозначены тут, нет? Да, наверное, походу, нет. Ну, да ладно. Главное, что я птичку нашёл. Что тут творилось, а? Хотелось бы знать. Так, ну, монтировка вот. Готова. Монтировку я вижу. Теперь отпечатки надо, да, искать? Ну, вот. Загрязнение на краю монтировки это обычная смесь пластыря. Части пигмента, смешанной с загрязнением, имеют ярко-розовый оттенок. Угу. Манекены из универмага? Ты угадал. Манекены из универмага, блять. А, ну сейчас, да, сейчас мы пойдём в этот универмаг. Блин, а чё мне злобовичок придётся бросить? Да ну нахрен, не, я за ним вернусь. Я хочу максимально за ним вернуться, чтобы он... Блин, нахер. Тебелоид, да? Сейчас я тебе устрою. Всё-таки херануть он меня успел. Так, вагончик, вагончик номер восемь. Вот он. А, вот так. Угу. И вот. Сюда. Я не пойму, кто где лазит. Ну чё, давайте искать, искать, искать улики. Угу. Угу. Собираю информацию в объёмную модель. След громилы. Размер 14D. След подошвы совпадает с обувью фирмы Баткер. Я проведу поиск покупателей, но такого обувь можно достать где угодно. Довольно обычная. На подошве есть загрязнение. Вероятно, та же смесь пластыря, которую мы встречали раньше. Откройте верхнее отделение и ищите улики. Сюда, да? Нет. И не сюда тоже. Так, странно. Тогда я не пойму, какое верхнее отделение. Откройте верхнее отделение вагона и ищите. Клики. Верхнее это вот то, наверное. Не, ребят. Звук. Чё-то я пока не врублюсь. Откройте верхнее отделение вагона. А, верхнее это вот это, короче. Всё понятно. Да нет, ребятки. Хрен там плавал. Всё-таки, мне кажется, мне на крышу. Вот, хоть убейте, но, по-моему, мне на крышу надо. Всё понятно. Бартс написано. Что это значит? А, Бартс. Возможно, что кукольник будет там. Это хороший источник деталей для манекенов. Но тогда что это за место? А вон пост? Второй магазин? Мне, возможно, следует туда пойти. Да, просто не давай себя убить. Наши полицейские не суются в Бернсайд без дела. Это мерзкий район, заполненный мерзкими людьми. И люди там другие, а не более отвратительные. Отойдите от платформы. Отойдите от платформы. Со вторника начинается ежедневная работа станции метро. Маршрут 6 на 12-е авеню. Маршрут 9 в Нью-Монкомери. Маршрут 16 в Бернсайд отправляется с 16-ой платформы. Не задерживайте двери поезда. Томас, маршрут 16 в Бернсайд. Тут поезд доставит тебя прямо до универмага. Если потороплюсь, то успею. Да ничего, ничего, успеешь. Ах ты, падла, попал. Это уже, чтобы наверняка не мучился. Против лома нет приема. Это уж точно. Так. Металлическая труба. А теперь на крышу. Отдыхай, красавчик. Все-таки, ребятки, дробовичок мы уже не возьмем. К сожалению. Ну, ничего страшного. Ах ты, скотина. Немножечко недооценил. Кстати, ребят, вот это вот прикольный рапорт, да? Птицы гибнут из-за кровоизлияния в мозг. Резюме. Ранние отчеты указывают на то, что птицы гибнут вследствие внезапного и обширного кровоизлияния в мозг. Как сказал один ученый, по непонятным причинам их мозг разрушается. Так. Это, может быть, да, является причиной того, что мы постоянно находим трупы этих птиц. Четко. Все-таки ломик это очень хорошая вещь, ребят. Ух ты, мать твою. Так, ну, вы теритесь, теритесь, ребятки. Я попробую пушку найти. Вот, пожалуйста. Пять патронов. Ляпота. Не то, что даже, а просто ляпота. Вот это херачится, а? Какой-то дебил в меня стреляет, только где? Где-то вот там, наверху. И сколько ж у него патронов, хотелось бы знать. Выиграл. Молодец. Прям таки победил. Почти. Почти победил. Слушайте, сколько их тут, этих отморозков. Я просто... Даже не представляю. Типа спрятался пацан. Типа пацан спрятался. Так, у меня еще три. Три патрона. Это хорошо. Не, они же все обдолбаны тут. Просто все. Так, топор я, честно говоря, не знаю, нужен ли он мне. Надеюсь, что нет, дробовик не хотелось бы бросать. Так-с. А мне, кажется... Ага, все, я вспомнил это место, я его вспомнил. Мне сюда. И возвращаемся на станцию. Точно. Так, пройдите через дверь, чтобы завершить главу. Окей. Ну что, погнали дальше, ребят.